В аренду малому и среднему бизнесу свыше 4000 квадратных метров земли в Ненецком округе выставили на торги. Отпраздновали новоселье, в селе Оксино возвели современное торговое здание. Не снижая темпов, несмотря на сложный год, в регионе продолжится строительство ряда социальных объектов и жилья. С главными новостями этого дня с вами в студии Илья Сахаров. Свыше 4000 квадратных метров земли в Ненецком округе будет передано в аренду малому и среднему бизнесу. Региональное управление земельных и имущественных отношений выставило на торги три земельных участка. Один в селе Несь, два в Наринмаре. Речь идет о земельных участках под строительство магазина в новом микрорайоне на улице Авиаторов. В ближайшее время будет запущена процедура передачи в аренду еще двух участков в Йокуши и Бугрино. Земельные участки предназначены для организации торговой и туристической деятельности. Как следует из распоряжения Управления имущественных и земельных отношений Ненецкого округа, площадь участка в районе улицы Авиаторов составляет более 1600 квадратных метров. Срок аренды – 10 лет. Начальный размер ежегодной арендной платы – 119 тысяч рублей. Это 2% от кадастровой стоимости участка. Шаг аукциона составляет 3% от начальной цены. Предполагается, что торговая площадь для отдела продовольственных товаров составляет 200-250 квадратных метров, а непродовольственных – 360-400 квадратных метров. Рядом с торговым комплексом должны появиться стоянки не менее чем на 40 машиномест. Не менее четверти площади участка должно быть озеленено. Как пояснили в профильном департаменте, мероприятия направлены на развитие малого и среднего бизнеса, обеспечение населения торговыми точками, шаговой доступности, а также на легализацию уже существующей предпринимательской деятельности. Заявки на участие в аукционе принимаются с 7 по 31 марта. Новый магазин открыли в селе Оксино. Его собственником является Ненецкий окорпотребсоюз. Современный теплый и уютный торговый объект закрыл потребности села в обеспечении жителей товарами первой необходимости. На прилавках всегда свежий хлеб и молочная продукция. Впрочем, каждый житель Оксино найдет для себя в магазине товар по душе. Этот магазин возводился в рекордно короткие сроки. По собственному проекту и всего за два месяца компания «Транзитстрой» удалось возвести на месте старого новый, современный и, самое главное, теплый магазин. Строили мы это по собственному проекту, готовили сами материалы, готовили, тоже Волков сам завозил. Ну и бригада, ребят, которые работали, старались уложиться. Хотели построить два месяца, в принципе, у нас так и получилось два месяца. Так что, думаю, что неплохо получилось. Здание модульного магазина построено в Оксино за счет субсидий, предоставленной Нижнепечорскому потребительскому обществу в рамках окружной программы развития торговли на территории сельских поселений. Как отметила председатель совета Наталья Кордакова, магазин площадью 180 квадратных метров позволит вместить все самое необходимое. Ну, конечно же, в первую очередь администрации Нижнепско-автономного округа непосредственно губернатору, что о нас всегда слышат и нам всегда помогают. Это, конечно, и субсидии по строительству, это субсидии по доставке, это субсидии по хлебу. Это получается, получают не только потребительские, это поддержка потребительской обществе, но и поддержка всего населения сельского. Просторные торговые площади позволили обеспечить широким ассортиментом продуктов и других товаров. Свежие овощи и фрукты, различная бытовая химия и товары первой необходимости. Также каждый день жители из села радуют свежий хлеб, который регулярно выпекается в собственной хлебопекарне и продают в новом магазине. С внешней стороны кажется маленький, а внутри, зайдешь, все прекрасно, очень хорошо. Ассортимент? Ассортимент. Ну, я еще пока не смотрелась по-хорошему, но много хорошо. Не то, что в том магазине, в котором продавали до этого. Наконец-то совершилось долгожданное событие для всех жителей села Оксина. Построен новый, хороший магазин, который будет пользоваться большим спросом нашего населения. Событие долгожданное, волнительное. И мы, как покупатели, как жители села Оксина, в первую очередь надеемся, что в данном магазине будет большой ассортимент товаров, будут доступны цены для населения. И хочется спасибо сказать нашей потребкооперации, что она живет, развивается. Вот один из примеров развития строительства этого магазина. Успехов и процветания нашей потребкооперации. Ну и чтобы они по максимуму удовлетворяли наши потребности жителей в промышленных производственных товарах. В прошлом году при поддержке окружного бюджета новое модульное здание магазина потребкооперации появилось и в Нельмином Носе. В этом году планируется запустить магазины в Харуте и Харивере. На очереди строящийся модульный магазин в поселке Бугрино, где торговая точка временно размещается в помещении, арендуемом у СПК «Колгуев». Елена Семеновичева, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Долгостроев в Ненецком округе станет меньше. В этом году планируется закончить строительство школ в Индиге, Нижней Пешей и Красном. В селе Теревиское будет продолжено возведение нового школьного здания. О планах строительства на 2016 год рассказали представители окружного департамента строительства ЖКХ энергетики и транспорта на пресс-конференции. Несмотря на сложный год, Ненецкий округ постарается не снижать темпы строительства. В первую очередь это будет касаться объектов социального значения. Главным образом речь идет об окончании строительства трех сельских школ – в Красном, Индиге и Нижней Пеше. В Теревиске продолжится возведение школы на 100 мест. Здание планируют создать в эксплуатацию к 2017 году. Что касается городских образовательных объектов, в этом году внимание будет приковано к району авиаторов. Также будут продолжены работы по детскому саду в районе улицы авиаторов. Там контракт заключен с Краснодарским и СМУ. И планируется в этом году строительство школы на 700 мест. Проект разработан, положительное заключение в пяти заполучено. Достоверности тоже получено. Проект очень большой, дорогостоящий достаточно. Мы в детский саде планируем, что у нас будет в 18-м году, а в школу – в 18-м году. Жилищное строительство будет направлено на развитие района Старый аэропорт. Там проведут вертикальную планировку под участки для многодетных семей. Продолжится работа по возведению многоквартирного дома по улице Макарабаева. Ранее был расторгнут контракт с первым подрядчиком на Ринмарстроем. Теперь объект достраивает альфа-сервис. Уже принято решение о строительстве дома на 41 квартиру по улице Полярная. Одно из приоритетных направлений в жилищном строительстве на 2016 год – дома для расселения из ветхого и аварийного жилья. Переселение из ветхого и аварийного, что касалось указа президента, мы выполнили. Причем выполнили без учета федеральных средств. Выполнили своими средствами. Выполнило их всего два или три региона в России. Сейчас мы переселяем с ветхого и аварийного, который уже не попадает под действие указа президента. Это идет плановое расселение домов. По состоянию на 1 января 2016 года в первом этапе переселения числится 412 квартир по всему региону. Наибольшее количество ветхого жилья зарегистрировано в Нарьенмаре – 207 квартир. Для завершения переселения первого этапа на территории города в 2016 году планируется ввести в эксплуатацию шестисекционный дом по улице Авиаторов. Введение в эксплуатацию 120-квартирного дома позволит сократить очередь более чем в два раза. Начнется в регионе и развитие коммерческого строительства. С введением 5-процентной ипотеки спрос на новое жилье значительно возрастет. Уже получила разрешение на строительство компания «Версаэм». Она планирует возвести два дома по улице Пионерская. Валентина Чибич и Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Компания развития регионов сохраняет объемы финансирования социальных проектов в Ненецком округе. Протокол к соглашению о взаимодействии в ближайшее время подпишет губернатор округа и генеральный директор нефтегазовой компании. Договором не установлены объемы отчислений на социально-экономическое развитие округа. Каждый год объемы финансирования согласуются сторонами. Так, в 2016 году компания «Недропользователь» сохраняет объем финансирования на уровне прошлого года – 3 миллиона рублей. В 2015 году средства были направлены на поддержку молодежных и спортивных объединений, в том числе на развитие окружного движения КВН. Своё участие в социальной жизни округа подтвердила ещё одна нефтяная компания «Востокнао». Она выделяет средства на участие танцевального коллектива во всероссийских соревнованиях. Изначально нестребованная сумма была в порядке миллиона рублей. Проведена работа по оптимизации сметы сокращена на 32%. Итого предлагается профинансировать мероприятие по участию в Кубке России по хип-хопу. Соревнования состоятся с 31 марта по 4 апреля в Москве. Благодаря поддержке партнеров округа наш регион на соревнованиях представят 16 человек. Несмотря на сложности бюджета, в регионе могут появиться дополнительные меры социальной поддержки. Речь идёт о компенсации взносов на капитальный ремонт в многоквартирных домах жителям округа старшего возраста. Участие крупнейшего банка страны в программах социально-экономического развития региона обсудили глава региона Игорь Кошин и руководство регионального отделения Сбербанка. С рабочим визитом в Наринмар прибыли управляющие архангельским отделением Игорь Залукаев и его первый заместитель Игорь Сафоновский. Речь шла прежде всего о снижении банковской комиссии по торговому эквайрингу для организации участников программы «Безналичный округ» и банковской комиссии, которая взаимается с отделением соцзащиты при переводе социальных выплат населению. Ненецкий округ является пионером системного внедрения электронного оборота денежных средств. Но для того, чтобы это было выгодно всем участникам рынка, мы должны снижать затраты по банковским операциям, в особенности, что касается социальных выплат, отметил Игорь Кошин. По данным отделения социальной защиты, на сегодня комиссия, которую округ выплачивает банку за перечисление социальных пособий, составляет более 17 миллионов рублей в год. Руководство регионального отделения Сбербанка обещало рассмотреть вопрос снижения процентных ставок и вернуться с ответом в ближайшее время. Несмотря на сложности бюджета, в регионе могут появиться дополнительные меры социальной поддержки для граждан 70 лет и старше. Речь идет о компенсации из бюджета округа взносов на капитальный ремонт в многоквартирных домах. Соответствующий законопроект внесен в собрание депутатов по многочисленным просьбам жителей Ненецкого округа. Проект закона представил депутат регионального парламента Александр Саблин. По мнению разработчиков, новая социальная льгота полностью соответствует принципам адресности и нуждаемости, с учетом которых сегодня строится социальная политика региона. Законопроект о дополнительных мерах социальной поддержки детально рассмотрели на заседании постоянной комиссии по социальной политике. После долгих дискуссий в проект закона, предложенный группой депутатов, были внесены поправки. Так, изменению подвергся возрастной ценз. Первоначально предлагалось компенсировать в стопроцентном объеме взносы на капремонт в многоквартирных домах одинокопроживающим жителям округа 75 лет и старшим, которые являются собственниками помещений. По предложению губернатора округа, за основу взяли возрастные категории, прописанные в ЖК РФ. Таким образом, предлагается предоставить 50% нольготу по уплате взносов на капитальный ремонт одинокопроживающим, неработающим гражданам старшего поколения, достигшим 70 лет и старше, и являющимся собственниками помещений в многоквартирном доме. Соответственно, полностью освободят от уплаты взносов граждан, достигших 80 лет и старше. Внесенные поправки были приняты, но вопросы все же остались и у самих разработчиков проекта закона. У меня вопрос по поводу одинокопроживающего пенсионера-затирана. У нас же есть иногда случаи, когда одинокопроживающий, но вынужден по каким-то семейным обстоятельствам прописывать и других членов семьи, допустим, гнуков, которые нигде не имеют жилья и в ближайшее время можно не получить этого жилья, а квартира-то за одинокопроживающим пенсионером. Вот не знаю, тут подход какой-то надо нам подумать. Кроме того, депутаты подумали и об исключении возможности получения гражданами двух схожих мер социальной поддержки. У нас уже приняты некоторые меры социальной поддержки по данному вопросу, и, допустим, ветераны труда Ненинского автономного округа на сегодня имеют уже 50-процентную скидку, вам так говорить, на уплату взносов на капитальный ремонт. Поэтому данные поправки учитывают этот момент и предлагается предоставить одну из мер по выбору соответствующего собственника, который платит взносы на капитальный ремонт. Внесенный законопроект будет доработан с учетом внесенных поправок. Сегодня в регионе проживают более 2000 граждан в возрасте 70 лет и старше. На реализацию законопроекта по предварительным расчетам потребуется больше 4,5 миллионов дополнительных бюджетных средств. Ирина Цепетова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Качество медицинских услуг, доступность лекарственных средств и своевременная лечебная помощь нуждающимся. Ответы на эти вопросы получили представители средств массовой информации на встрече с руководителем Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты Нинель Семяшкиной. О самых больных темах расскажет Любовь Пермякова. Вопросов у журналистов округа к руководителю Департамента здравоохранения накопилось много. Качество оказываемых медицинских услуг в округе страдает. Большие очереди – невозможность попасть вовремя к узким специалистам. Эти проблемы, по словам Нинель Семяшкиной, связаны с тем, что окружные врачи занимают порой несколько ставок. В рабочее время можно отрабатывать максимум за 6 часов в рабочее время медицинского работника в день не более чем полтора ставки по совместительству. За всю остальную работу работники должны отрабатывать дополнительное время. С моей точки зрения, абсолютно справедливое требование руководителя, организующего работу. Потому что если принимать в течение 6 месяцев, 6-6 часов, в 2-3 раза больше больных, то здесь либо будут страдать качества, либо будут приписки. Решить проблему с нехваткой врачей позволит обращение в Министерство здравоохранения. Туда от округа уже отправлена информация с просьбой посодействовать в привлечении кадров. Обеспечение поликлиник и больниц специалистами позволит пациентам выбирать лечащего врача. Сейчас бывают ситуации, когда человек, прикрепленный за одной поликлиникой, просит записаться на прием к специалисту в другое лечащее учреждение, но получает отказ. Значит, вы должны написать заявление о том, что вы желаетесь прикрепиться к конкретному медицинскому учреждению. Ваше заявление рассмотрит, и ваша информация о том, что вы прикреплены, будет направлена без вашего участия. Вы пишете заявление, например, вы хотите заявиться в искательскую поликлинику. Написали заявление, искательская поликлиника сама направила информацию в страховую компанию, в фонд и в больницу, где раньше были, о том, что вы прикреплены к ним. Но если выбрать кандидатуру врача можно, не всегда к этому врачу можно попасть. Вот пример. Сделать плановое УЗИ для пациентов в округе стало проблемой. Ожидание длится порой три месяца. Проблемы здесь, по словам руководителя департамента, не в качестве, а в количестве. Количество врачей УЗИ настолько, сколько положено население. У нас население делает около 70 тысяч единиц УЗИ. То есть количество выполняемых УЗИ исследований, оно тоже громадное. Но я почему и говорю. Вопрос именно организации доступности для конкретного амбулаторного больного проблема. То есть количество сделанных УЗИ у нас очень большое в округе. Больше, чем в среднем по России. Тема медицины не обошлась без обсуждения темы лекарственной. Ненецкий округ вошел в число пяти регионов с самыми дорогими лекарствами. Мониторинг цен на лекарственные препараты в 85 регионах страны провели активисты Общероссийского народного фронта совместно с общественной организацией «Женщины бизнеса». Для проверки было выбрано 14 безрецептурных препаратов российского производства, необходимых для оказания первой помощи при различных заболеваниях. Стоимость этих медикаментов от 6 рублей до 69. Так, например, стоимость корзины лекарственных средств Бурятии составила 440 рублей. Наряду с республикой в рейтинге также оказался и Пермский край. Здесь стоимость корзины составила 373 рубля. Корзины с самыми дорогими лекарственными средствами оказались в Томской области – 790 рублей, и в нашем округе – 773 рубля. Мы ежемесячно проводим мониторинг всех аптек. Вот могу заверить чётко, что по нашей государственной аптечной сети, которая имеет возможность воспользоваться всё население округа, она есть сейчас в каждом из разных пунктов. У нас много аптек нашей низкой компании «Фармацея» в Мариумаре. Там у нас есть ценовое предложение по всем жизненно важным направлениям, как дешёвое лекарство, средняя ценовая категория и дорогая категория. В целом Нинель Алексеевна отметила, что система здравоохранения с каждым годом совершенствуется. Напомним, что Нинецкий округ лидирует в рейтинге «Состояние здравоохранения в регионах России», который составил Институт стратегических коммуникаций и социальных проектов в прошлом году. Показатель обеспеченности населения больницами в Нинецком округе ошеломил даже авторов рейтинга. Любовь Пермякова, Вадим Стойсюк, Телеканал «Север». И на этом у меня всё. Посмотреть наши новости вы также можете и на сайте по адресу www.trk.sever.ru. А сейчас прогноз погоды. Продолжение следует... Продолжение следует...